Привет, друзья! С вами Виктория. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовлю песочное печенье. Легкий рецепт печенья к чаю. 175 грамм размягченного сливочного масла добавляю в емкость. К маслу добавляю 75 грамм сахарной пудры и хорошо перетираю ложкой. Очень важно достать сливочное масло из холодильника заранее за несколько часов, чтобы оно стало очень мягким. Масло с сахарной пудрой стало однородным и теперь его нужно хорошо взбить миксером. Масса должна побелеть и стать кремовой. В массу добавляю одно яйцо. Очень важно, чтобы яйцо было тоже комнатной температуры. И продолжаю взбивать. Немного помогаю силиконовой лопаткой. Вот такая примерно должна у вас на этом этапе получиться масса. Просеиваю 210 грамм муки и хорошо перемешиваю силиконовой лопаткой. Также это можно сделать ложкой. Нужно даже как бы немного перетереть. Масса должна получиться вот такая вязкая и кремовая. Беру кондитерский мешок. На мешок я надела вот такую насадку и перекладываю тесто в кондитерский мешок. Если у вас нет кондитерского мешка, то можно отсаживать тесто с помощью просто столовой ложечки и немного формировать руками. Я подготовила два противня. На противень я выложила пергаментную бумагу. Духовку поставила разогреваться на 180 градусов. И отсаживаю печенье с помощью кондитерского мешка разными фигурками. У меня это спиральки, полосочки, гусеницы. Фигурки могут быть самые разные. Для того, чтобы отсадить тесто на противень, нужно приложить немного усилий. Но если вы сделали все правильно, то все должно получиться просто. Из данного количества теста у меня получилось 19 штук печеней. Посмотрите, какое красивое печенье уже получается. И, конечно, нам его нужно запечь. Ставлю запекаться печенье в духовку, предварительно разогретую, до 180 градусов, ориентировочно на 15-20 минут. Выпекаем печенье до золотистой корочки. У меня оно выпекалось 20 минут. Перекладываю печенье на решетку и оставляю его остыть. И пока отправляю в духовку следующий противень. Я советую запекать противень поочередно. Сначала первый противень, второй в это время поместить в холодильник. И затем второй противень выпекать на среднем уровне духовки. Все печенье приготовилось, остыло. Я его перекладываю на тарелку. И сейчас будет самый мой любимый момент. Украшаем печенье. Для этого я растопила 70 грамм черного шоколада. И, помогая ложечкой, украшаю печенье шоколадом. Также его можно вот так прямо окунать. И перекладываем на пергаментную бумагу, чтобы шоколад немного схватился. Сверху посыпаем всякими присыпками или орешками. Можно сделать еще проще и просто присыпать печенье сахарной пудрой. Используйте свою фантазию, украшайте печенье так, как вам больше нравится. Песочное печенье получается очень вкусное и ароматное. Готовое печенье можно хранить в закрытом контейнере до недели. Либо вот в такой коробке. У меня специальная коробка для печенья, которая переложена пакетом, чтобы ничего не сохнуть. Надеюсь, мой рецепт вам пригодится. Вы приготовите такое вкусное печенье и порадуете своих близких и родных. А я на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии или хотя бы смайлик или спасибо. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые рецепты. Всего вам доброго и до новых встреч!